Господи Божий мой, на тебя уповат, Спаси мя от всех гонящих мя, Избави мя. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресный день, за богослужением читается несколько евангельских зачал, среди которых Евангелие от Луки, глава 14 стихи, с 16 по 24. Послушаем это евангельское зачало в прочтении иродьякона Свято-Троицкой Александра Невской лавры отца Александра. Речи Господь притчу сию, Человек некий сотвори вечерю велию и зла многие, и посла раба своего в год вечери, Речи званным, глядите, Яку уже готова суть вся, И начаша в купе отрицатеся вси. Первый рече ему, Село купих и имам нужду изыти, И видите е, Молютеся, имей мя отречена. И другие рече, Супруг валовных купих пять, И гряду искусите их, Молюте, имей мя отречена. И другие рече, Жену паях, И сего ради не могу прийти, И пришет раб, То и поведа господину своему сия, Тогда разгневась от дома владыка, Речи рабу своему, И зыди скоро на распуте, И стогны града, И нищие, И бедные, И слепые, И хромые, Веди семо. И рече раб, Господи, Бысть якожа повеле, И ищи место есть. И рече господин к рабу, И зыди на пути, И халуги, И убеди в нити, Да наполнится дом мой. Глаголюбо вам, Яко не един мужей тех званых, Вкусит мои я вечери. Мнозибо суть звани, Мало же избранных. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Сказал Господь такую притчу. Один человек сделал большой ужин, И звал многих, И когда наступило время ужина, Послал раба своего сказать званым, Идите, Ибо уже все готово. И начали все, Как бы сговорившись, Извиняться. Первый сказал ему, Я купил землю, И мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, Извини меня. Другой сказал, Я купил пять пар валов, И иду испытать их. Прошу тебя, Извини меня. Третий сказал, Я женился, И потому не могу прийти. И, возвратившись, Раб тот донес осем господину своему. Тогда, разгневавшись, Хозяин дома сказал рабу своему, Пойди скорее по улицам и переулкам города, И приведи сюда нищих, Увечных, хромых и слепых. И сказал раб, Господин, Исполнено, как приказал ты, И еще есть место. Господин сказал рабу, Пойди по дорогам и изгородям, И убеди прийти, Чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, Что никто из тех званых Не вкусит моего ужина, Ибо много званых, Но мало избранных. Однажды в субботу Иисуса Христа пригласил на обед В свой дом некий фарисей. Видя, что среди приглашенных, В основном родственники, Друзья и богатые соседи фарисея, Господь обращается к хозяину дома С наставлением Звать на перни тех, Кто сможет отплатить ему За гостеприимство, А бедных, увечных и больных. За которых сам Бог воздаст В день воскресения праведников. Услышав эти слова спасителя, Один из гостей, Присутствовавших на том пире, Сказал, Блажен, кто вкусит хлеба В царстве Божием. Как рассуждает Александр Павлович Лопухин, Христос отвечает на это восклицание Притчей о званых на вечерю, В которой показывает, Что никто из выдающихся членов Теократического иудейского общества, Которые считали себя Вполне полноправными На участие в царстве Мессии, Здесь ближе всего, разумеется, Фарисеи, Не будет принят в это царство По причине своей собственной вины. В Палестине человек, Устраивавший пир, Заблаговременно объявлял об этом, Рассылая приглашение, Но не указывая точного времени. В назначенный час, Когда все было готово, Хозяин посылал слуг пригласить гостей. Принять приглашение, А потом отказаться присутствовать на пире, Значило нанести оскорбление хозяину. Один человек устроил большой ужин, Но когда послал раба своего Сказать званым, что все готово, Они, как бы сговорившись, Стали отказываться под разными предлогами. Один отговаривался покупкой земли, Другой покупкой валов, А третий женитьбой. Тогда хозяин дома повелел своему рабу Пойти по улицам и переулкам города И привезти нищих, увечных, хромых и слепых на ужин. Когда же они возлегли, И остались еще свободные места, Сказал рабу, Пойди по дорогам и изгородям, И убеди прийти, Чтобы наполнился дом мой. Смысл же прича таков. Под видом большого ужина Представлено Царство Божие. Устроитель этого ужина – Бог. Посредством закона и пророков, Как через слуг своих, Приглашал весь иудейский народ Вступить в это царство. А когда это царство приблизилось, Послал повторить приглашение Уже своего единородного сына Иисуса Христа. Борис Ильич Гладков отмечает, В притче Иисус назван рабом, Потому что в некоторых пророчествах Мессия именовался рабом Господа. И еще потому, Что он явился в образе человека, То есть раба Божия. Посланный Спаситель пришел Прежде всего к званым, То есть к иудеям, Свестью о том, Что приблизилось Царство Небесное. Но те из иудеев, К которым главным образом Относился этот призыв, То есть книжники, фарисеи И прочие руководители народа, Как бы сговорившись, Стали отказываться от приглашения На званный ужин. Предлогами к отказу Служили их земные побуждения, Из-за которых они оказались глухи К божественному призыву И отвергли пришедшего к ним Христа. Тогда Бог пригласил мытарей и грешников. А так как и после этого Оставалось много свободных мест, То призвал затем И язычников в свое Царство. Все отозвавшиеся На евангельскую проповедь Вошли в него. А книжники и фарисеи, Пренебрегшие зовом, Оказались вне Царства Божия. В заключении притчи Господь сказал, Много званых, Но мало избранных. Хотя и все призываются К вечному блаженству В Царстве Небесном. Избранными для этого блаженства Оказываются лишь немногие. Нам же, Дорогие братья и сестры, Необходимо всегда помнить о том, Что Господь По великому и беспредельному Милосердию Своему Желает спасти каждого из нас. И здесь очень важно Личное желание человека Принять призыв Господа Ко спасению. И пойти путем жизни В соответствии с евангельскими заповедями, Путем покаяния и молитвы к Богу, Дабы Он сподобил нас Стать наследниками Царствия Небесного. Помогай нам в этом, Господь! Господи, Божий мой, Натяло повад, Спаси мя от всех гонящих мя, Избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok